После нашего разговора с Кристиной Полищук у нас в студии, где она сообщила нам на камеру, что ее муж Виталий, с кем она пребывает в процессе развода, лишает ее возможности видеть их детей, мы поехали с ней к Виталию, чтобы на месте проверить ее слова и услышать мнение его самого. Оказалось, это не так просто. Добраться до Виталия практически невозможно. И мы в этом убедились. Мама и папа Виталия строго стоят на кордоне доступа к их великовозрастному сыну. Не удивимся, что ему нужен уход не меньшим, чем его детям, раз он настолько несамостоятельен в принятии решений. Дети два дня не были в школе, старшая девочка. А почему? Вы это спросите. Не надо снимать, я вызываю наряд. Вызывайте, мы вызвали полицию. Мы вызвали полицию уже тоже, не переживайте. Абсолютно верно. Я сказал, не снимать. Вы, значит, не говорите. Вы, дети, не трогайте. 171 статья Уголовного кодекса. Мужчина, пытающийся показать, что он хочет заботиться о детях, просто спрятался вывезти детей в неизвестном, пока никому, направлении. Мама Виталия, Елена Ананимовна, банально нам соврала, сказав, что ее сын поехал в школу. Время было уже половина третьего и занятия в школе закончились давным-давно. Ложь Елены Ананимной подтверждается информацией школы, где Кристине сообщили, что старшая девочка уже два дня не ходит в школу. А также показания соседей, которые сообщили, что около двух-трех дней они детей не видят. А дети вы сейчас видите? Есть там эти дети дома? Сейчас уже дня два-три не вижу. Не видите, да? А раньше я видел, вы там бегали что-то. Вы понимаете, почему сейчас вот сегодня уже Кристина подняла такой шум, а в лицо с нами дети уже два дня в школу не ходят? Я сейчас подозвышал, что вы говорите. Он не берет трубку. И она немножко начинает нервничать, что ребенок, где находятся дети, она не знает. А дети малолетние и мать просто лишена права общения со своими детьми. Для фиксации факта укрывания детей от их законной матери мы вызвали полицию, которые приняли заявление у Кристины Полищук. По всему произошедшему наша редакция готова свидетельствовать в суде, если адвокаты и стороны этого пожелают. Также наша редакция готова предоставить возможность самому Виталию Полищуку высказать свою точку зрения в удобном для него месте. С места событий журналист Роман Варшинидзе, оператор монтаж Андрей Хлопчик. Субтитры сделал DimaTorzok